Звуки вальса, полонеза, легкие шаги танцующих и шуршание пышных платьев. Полное погружение в атмосферу старинных балов. Разве что мобильные телефоны в руках гостей, снимающие вальсирующих дам и их галантных кавалеров, возвращают в современность. Церемонии мейстеры бала Мария и Алексей Бакины, руководители Клинцовского клуба исторического танца «Феникс». Они помогали новичкам освоить азы бальных танцев на репетициях и руководили процессом в ходе, собственно, самого бала. Они интересные, они живые. И на занятиях, когда мы приезжали к ним, они горели, у них глаза горели, они хотели танцевать. Поэтому, в принципе, я считаю, что это мероприятие и не только эти вообще балы. Это продолжение традиций, это возрождение, это есть, наверное, возможность детям просто-напросто собраться и пообщаться в неформальной такой немножечко обстановке. Классический полонез, вальс, польку, голоб сменяют блюз и кадриль. Игра «Ручеек» и катильон «Мельница». В общей сложности в мероприятии приняли участие около 40 пар. Для многих это уже далеко не первый бал, как и для Артема Нечипаренко, который, попав сюда единожды случайно, последующее мероприятие не пропускает. Первый раз я думал, будет не очень, но потом втянулся, и я говорю, все, теперь без меня ни один балл не будет проходить. Невероятное мероприятие, которое должен посетить каждый человек и ощутить ту самую атмосферу. Прекрасные люди, танцы, хореографы наши просто изумительные. Впечатления. С каждым годом все лучше и лучше. Бал продолжался несколько часов, но усталость никто не почувствовал. В финале мероприятия традиционное награждение и благодарности всем, кто помог в организации этого праздника танца. А также объявления лучших участников в разных номинациях. Ольга Макушникова, Евгений Цветков, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Новозыпков.